Далее эфир продолжит наш традиционная рубрика «Губерния все 20 лет». Сегодня Вячеслав Корнев расскажет, чем же интересным запомнился день 14 декабря в разные годы. Слава, здравствуй. Добрый день. Ну, например, в 98-м году в Хабаровск перед Рождеством приехал глава католической церкви России и СНГ. А у нас есть, да, церковь католическая? Да. А, здесь действительно. А глава был этнический поляк. В 99-м году Уссурийский остров присоединили к городу Хабаровску, и городская администрация решала, что там делать. В 2005-м году в Хабаровске была премьера фильма «Кинг-Конг». Это была следующая грандиозная работа Питера Джексона после «Властелин колес». Да, и мне кажется, это вообще лучший «Кинг-Конг» всех времен и народов. Согласен. Ну, и в декабре 2005-го года охранников исправительных колоний и следственных изоляторов Хабаровского края учили танцевать вальс. Федеральная служба исполнения наказаний проводила конкурс профмастерства. И одним из конкурсных заданий были бальные танцы. Для обучения надзирателей в Хабаровск приехал начальник отдела центрального УФСИНА. Это было время либерализации репрессивных органов. В колониях устраивали конкурсы красоты, шахматные турниры, а надзиратели обучали изящным искусством. Одними бальными танцами дело не ограничилось. Во время конкурса мастерства работники УФСИНА устраивали костюмированные представления. Самыми артистичными оказались охранники из Амурска. В том же 2005-м году в Амуре и его протоках полностью запретили рыбалку. В Хабаровске ждали бензольное пятно из Китая. Осенью на химическом предприятии в Дзилине случилась авария. В Сунгаре попало несколько десятков тонн бензола, пятно растянулось на 190 километров. И пока оно не миновало Хабаровск, водопроводную воду нельзя было пить даже после кипячения. И подлёдная рыбалка в декабре была полностью запрещена. Впрочем, запрет мало на кого подействовал. На Пемзенской протоке как раз был лов миноги. Рыбу не боитесь ловить? Она все равно пропадет. Она заражена. Это рыба? Да. Сегодня жарили и коптили. В декабре 1999 года на Комсомольском авиазаводе имени Гагарина по инициативе главного инженера предприятия Вячеслава Шпорта был создан Гражданский комитет по защите от приватизации. В течение 90-х в стране проходила конверсия. Военно-промышленные предприятия приватизировались и переходили на выпуск гражданской продукции. Но без заказов Минобороны выжить было трудно. Работники Комсомольского авиазавода опасались, что после акционирования их ждут массовые увольнения. И для предотвращения этого был создан гражданский комитет, собиравший подписи против приватизации. Однако побывавший на заводе Владимир Путин, тогда еще премьер-министр России, заявил, что предприятие все-таки будет акционировано. Комсомольчане просто еще не знали, что наступает эра госкорпораций, государственных компаний и акционерных обществ. Проект «Губерния все 20 лет» продолжится на следующей неделе.